Серьезная организация. Слушайте, саммит НАТО может быть отложен на несколько месяцев, сообщили в руководстве организации. Это делается для того, чтобы Дональд Трамп успел вступить в должность и сформулировать свою точку зрения в отношении Альянса. Встреча глав правительств стран-членов НАТО была намечена на лето 17-го года в Брюсселе. Высказывание вновь избранного президента главам Альянса не внушает оптимизма. Так, Дональд Трамп заявил, что союзники по НАТО обдирают США. Им следует либо заплатить, в том числе и за прошлые недоимки, или убираться. И если НАТО после этого развалится, так тому и быть, сказал Трамп. Выходит, НАТО обычная контора по обналичиванию. Сейчас натовские генералы, конечно, бросились планировать какую-нибудь маленькую победоносную войну, чтобы пережить оптимизацию Трампа. Владимир Путин поздравил Соединенные Штаты Америки с избранием нового президента. Он направил в Шингтон телеграмму, в которой выразил уверенность, что новый диалог между Россией и Соединенными Штатами будет выстраиваться на принципах равноправия и взаимного уважения. Это, по словам российского лидера, отвечает интересам наших народов и всего мирового сообщества. О президентских выборах в США российский лидер говорил и в Александровском зале Большого Кремлевского дворца на церемонии вручения верительных грамот от новых послов. Глава государства отметил, что в Москве внимательно следили за американской предвыборной кампанией и надеется, что по итогам выборов международный климат начнет теплить. Торговля между евразийским... Россия готова и хочет восстановления полноформатных отношений с Соединенными Штатами. Повторяю, исходим из того, что это будет непростой путь, но мы готовы пройти и свою часть. Сделать все, чтобы вернуть российско-американские отношения на устойчивую траекторию развития. Трамп в последнее время много говорил о нашей стране. Поладить с Россией было бы замечательной вещью для Америки. Это его слова. Или вот еще. Владимир Путин идет к намеченной цели ради того, чтобы отстоять национальные интересы. Я думаю, что буду отлично с ним ладить. Владимир Путин с Дональдом Трампом пока лично ни разу не встречался, но неоднократно говорил, что готов выстраивать с ним конструктивные отношения. На Петербургском экономическом форуме в июне российский президент назвал тогда еще кандидата Трампа ярким человеком, чье стремление двигаться на встречу России можно только приветствовать. Но то было во время предвыборной кампании. Что же будет после? У нас все все понимают. Я боюсь спугнуть надежду. Так я бы сказал. Я помню, как 8 лет назад были большие ожидания, когда президентом был избран Барак Обама. И помните, тогда говорилось много о перезагрузке отношений. Даже какие-то были здесь шаги и действия сделаны. К сожалению, мы пришли к не очень хорошему результату. Поэтому я считаю, что мы должны быть сдержанными в оценках. Надо еще во многом разобраться. Мы надеемся, что отношения должны быть конструктивными. В этом заинтересованы, в первую очередь, избиратели, население не только Соединенных Штатов Америки, но и граждане других государств. Возможно, мода на русофобию пройдет. Это, кстати, действительно интересно и любопытно будет наблюдать. Но что касается конфликта интересов, он останется. Дело в том, что США и Россия являются естественными конкурентами на глобальном рынке. И этой конкуренции никто не в силах отменить. Я бы пока поостерегся Трампу аплодировать. Это действительно шанс. Это определенные надежды, которых бы точно не было, если бы победила Клинтон. Но это во многом уравнение со многими неизвестными, где зависеть будет далеко не все от самого победившего кандидата. Мы направляем ему телеграмму с поздравлениями. Дорогой Дональд, поздравляем вас с заслуженной победой. Бабушка Хиллари пускай отдыхает. Всего победитель должен был набрать 270 голосов выборщиков. Трамп получил 289, Хиллари 218. Для США это солидный отрыв. Вскоре после оглашения предварительных итогов голосования соперница миллиардера позвонила ему и признала свое поражение. Каково теперь Биллу Клинтону. Она же теперь его днем и ночью пилить будет. Но двум президентам в одной кровати не бывать. Хотя пример Трампа показывает, что никогда не говори никогда. Все было против Трампа с самого начала, когда 16 месяцев назад он выдвинул себя любимого кандидата от республиканцев. Его исходные политические позиции казались просто несуразными. Разорвать торговое соглашение, перестать кормить Китай и партнеров по НАТО. Построить стену для защиты от иммигрантов на границе с Мексикой. Прекратить впускать в страну мусульман. Тезисы просто самоубийственные в корректной Америке, считали эксперты. Как известно, все решают бабки. В данном случае доллары. У Хилари Клинтон на предвыборную кампанию был 1 миллиард 300 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем удалось собрать Трампу. Преимущество колоссальное. На стороне Хилари были и звезды. Мадонна, Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Дастин Хоффман, Мэтт Дэймон, Элтон Джон, Майкл Дуглас, Кристина Агилера. Всего их было около 200 человек. Для сравнения, за Трамп агитировали только трое. Майк Тайсон, Клинт Иствуд и Джон Войт. Трамп продулся дебаты. Самое главное предвыборное шоу. Но за счет чего же Трамп выиграл тогда? На его стороне были презрения к элите и политкорректности, традиционной ценности, антикоррупционная риторика, жесткость и прямота. Он далеко не идеален, но среди всех кандидатов такой он был один. И американцы предпочли его, политкорректной опытной даме, политику, несмотря на громадные ресурсы, задействованные в ее поддержку. И если феномен Трампа станет тенденцией, то даже в какой-нибудь вполне благополучной стране, где люди устали от лжи, а политическая элита слишком отдалилась от реальных проблем, прикрываясь политкорректностью или пустыми лозунгами, власти не поможет ни компромат, ни административный ресурс, ни концерты звезд, ни пресса, ни телевидение. И раз так случилось в США, то вполне может произойти и по другую сторону океана. При взгляде на карту голосования становится понятно, что рядовые белые американцы, Америка в клетчатых рубашках, посчитала, что уж лучше Трамп. Красным отмечены те штаты, которые предпочли республиканца. В синих большинство населения проголосовало за Клинтона, их 20 из 50. В законодательстве штатов до сих пор есть пункт, оставляющий за главой государства титул «Ваше превосходительство». Но к Трампу пока так обращаться не будут. В должность он вступит 20 января будущего года, пока его официально именует новоизбранный президент. Формально главой государства остается Барак Обама. Напротив Белого дома на мосту появился баннер с портретом Обама и надписью «Прощай, убийца». Это намек на то, что президент несет ответственность за гибель тысяч людей в Египте, Ливии, Ираке, Сирии и других странах. У нас в Америке работала одна съемочная группа. И надо было решать, куда ей отправляться в день голосования. На какой избирательный участок – к Хилари Клинтон или к Дональду Трампу. Федор Иваница сделал правильный выбор. Он оказался у той школы, где голосовал Трамп. Ни музыки, ни буфета на избирательном участке не было. Это я уже успел выяснить. Федор, а что там тогда было? Что из себя сейчас представляют выборы по-американски? Юр, ну вообще американские выборы – это не только главное событие четырехлетия в Штатах, но это прежде всего шоу, которое, как известно, должно продолжаться, а градус напряжения все время расти. В Америке нет дня тишины и буквально за несколько часов до открытия участков кандидаты все еще разъезжали по стране в своих предвыборных ралли. А в Нью-Йорк вернулись только под утро. Дональд Трамп должен был голосовать недалеко от своего штаба. Участок расположили в школе, как Юрт и сказал, недалеко до прибытия. Трампа туда нагрянули активистки Фемин. Полуголые они выкрикивали «Трамп прочь!», но «прочь» вывели их. В ожидании республиканца журналистов завели в такой зубуток, где очень тесно, ничего особо не видно, не слышно, и мы с моим оператором решили потихоньку оттуда выбираться, чтобы оказаться поближе к народу. Мы встроились в очередь из голосующих, чтобы пообщаться с людьми, и так вышло, что на нас чуть буквально не наехал сам Дональд Трамп. Кортеж пронесся к участку буквально в нескольких метрах от нас. Кортеж Дональда Трампа направляется к избирательному участку номер 59. Здесь скопились сотни журналистов, а сейчас Трамп начнет голосовать. Трамп голосовал с женой Милани, и причем, видимо, так разнервничался, что подглядывал в ее же бюллетень, а потом в свойственной ему манере начал заигрывать с одной из сотрудниц избиркома. Мне нравятся ее волосы, мне нравится цвет ее волос. Федь, это при всех обвинениях Трампа в сексизме, это при том, что Нью-Йорк относится к Трампу-кандидату не очень. Но, с другой стороны, Нью-Йорк это родной город Трампа, и он в этом городе чувствует себя как рыба в воде. Все-таки как отнеслись к Трампу в день выборов в Нью-Йорке? А я сейчас, Юра, расскажу как, а точнее покажу. Вот кадры, которые мы сняли, когда Трамп покидал избирательный участок. Давайте посмотрим, но главное, послушаем. Да, в Нью-Йорке Трампа, мягко говоря, недолюбливают этот город, как и весь штат, считается такой вотчиной Хиллари Клинтон. Не будем забывать, что она 8 лет была сенатором именно от Нью-Йорка. Он традиционно всегда голосует за демократов. Так что особенно нам, конечно, было интересно наблюдать за теми, кто собрался на главной площади города Тайм-сквер в ожидании, казалось им, неминуемой победы Клинтон. О, эти лица! Картины бы с них писать о смене человеческих эмоций. Ну, первая стадия, это, как известно, отрицание. Люди до последнего отказывались верить, что Трамп побеждает. А поверив, отказались это признавать. Протесты охватили не только Нью-Йорк, но и Чикаго, Портленд, Остин. При этом активность протестующих подогревали явно профессионалы, отточившие мастерство на цветных революциях. Доказательства специальные автобусы, на которых свозят на митинги, и объявления в интернете, в которых обещают за участие в акции до полутора тысяч долларов в неделю. А что же сторонники Трампа? Ну, сторонники Трампа тоже, как ты понимаешь, не сидели сложа руки, не сидят они сложа руки, и до сих пор они придумали довольно оригинальный способ защиты своего нового президента. Например, они устанавливают на своих лужайках таблички с его символикой, проводят к ним ток, а когда противники Трампа спешат выдернуть эти самые таблички, происходит вот что. Действенно мера, согласись. Ну, раз мы уже заговорили о сторонниках Трампа, как они отметили победу своего кандидата? О, сторонники Трампа ждали своего кандидата в отеле Хилтон, это опять же рядом с Трамп Тауэр. Вот что значит в прошлом бизнесмен, очень хорошо продумана логистика. Узнав о том, что именно Трамп станет следующим президентом, туда же начали подтягиваться и ребята из пригородов, в тех самых рабочих районов, которые активно поддерживают Трампа. Впрочем, вели себя они довольно мирно, хотя сторонники Клинтона их активно провоцировали, выкрикивая оскорбления. Но никаких столкновений не было, а была грандиозная вечеринка в отеле, где выступал Трамп. О масштабе праздника говорят последствия. Сейчас покажем бутылки, разбитые стаканы и те самые плакаты с лозунгами. Да, все это теперь тоже часть новейшей американской истории. Так же, как и вся эта президентская кампания. Одна из самых грязных, но и в то же время одна из самых непредсказуемых за всю историю Соединенных Штатов. Спасибо, Федор.